Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в Кристианлен. Сегодня я хочу высказать вам свое мнение о фильме Аквамен. Вообще на моем канале мои мнения о каких-то фильмах и так далее собирает мизерное количество просмотров. У меня и так на канале не такое количество просмотров, которые хотелось бы видеть, но все же вот мнение собирают очень мало, там 100-200 просмотров это очень-очень мало, но все же я продолжаю высказывать свое мнение о каких-то кинопроектах, кинокомиксах и так далее вам, подписчикам, потому что все же есть часть подписчиков, которые хочет видеть мое мнение на канале. И если ты в этой части, то обязательно пиши об этом в комментариях, мне правда будет очень-очень приятно. Итак, погнали. Вообще этой неделе невероятно насыщенная на кино. Вы без меня это прекрасно знаете. Гринч, прекрасный мультфильм, Человек-паук через вселенные, Аквамен, Бамблби. Вот это четыре проекта, которые вышли в один день, и это просто невероятно. Я очень надеюсь, что я все успею посмотреть, и вообще я видел, что у Аквамена большое количество сеансов, именно у меня в городе, в синема парк, у Аквамена самое большое количество сеансов, и у Бамблби, у Гринча, и у Человека-паука, пока что так себе, у Человека-паука, вообще, по-моему, пять сеансов в день, это очень-очень мало. Я обязательно, конечно же, схожу на все эти фильмы и мультфильмы, и все посмотрю. Но пока что я сходил только на Аквамена, я сходил на него в четверг, в день премьеры. Не знаю, когда выйдет это мнение, потому что у меня большая запара, и не знаю, когда выпущу это мнение. Так что я не буду тянуть, погнали. Итак, Аквамен. Расскажу немножко о своих ожиданиях. У меня были высокие ожидания по одной причине, точнее, по двум причинам. Первая причина — это актерский состав и режиссер. То есть это Джеймс Ван, Джейсон Мамоу, Эмбер Хёрд, Уильям Дефо тоже сыграл офигенную роль, в общем-то. И именно из этих людей я очень ждал этот фильм. Во-первых, Джейсон Мамоу очень воодушевился этим персонажем, Эмбер Хёрд, невероятно, тоже сильно старалась свою меру преподнести очень круто. Уильям Дефо вообще невероятный актер. Я его знаю, ну, со времен Человека-паука. Точнее, когда я посмотрел Человека-паука первую часть, он там сыграл Зеленого Гоблина. В общем-то, и эти люди, я вот прям знал, что эти люди сделают хорошо. Тем более, с Джеймсом Ваном я знаком более чем подробно. Я знаю, что он снял и Пилу, много частей, и Форсаж 7, то есть это один из фильмов моей любимой кинофраншизы вообще. Вот. Также он снял Заклятие, Проклятие Аннабель. В общем, крутые хорроры снимают. И, конечно же, у меня были высокие ожидания из-за этих людей. Вторая причина DC. То есть, дело в том, что я всегда, в принципе, жду фильмы DC, но после Лиги Справедливости я их вообще перестал ждать. Но я очень надеялся, что Аквамен, как все говорят, поднимет с колена DC. И я надеюсь, это произойдет, потому что фильм этого действительно удостоен. Он получился очень крутым, очень красивым. Опять же, актеры и режиссеры, и вообще вся съемочная команда. Все, кто работали над этим фильмом, постарались очень-очень сильно. И это, правда, видно в кинотеатре. И я очень надеялся на этот фильм, что у DC получится, что Джеймс Ван приподнесет что-то крутое и так далее. И, к счастью, это получилось. Итак, давайте немного распределить свое мнение. Во-первых, хочу сказать о сюжете. Сюжет получился классным. Мне понравились злодеи. Как вы знаете, там есть главный злодей. Это брат Артура Карри, Орм. И второстепенный злодей, как его называют типа Седабовский, уровня Седабовского злодея из Флэша, Черная Манта. Но я об этом скажу чуть позже, потому что лично мне Черная Манта очень понравился. Сюжет идет по своему ходу очень хорошо. Мне очень понравилось. Мне понравилась главная цель Аквамена и Меры. Я думаю, вы все уже об этом знаете. Но я не буду все-таки спойлерить. Вот. Мне все это понравилось. Мне понравилось, что затронуть и внешний мир. Не только подводы, но и внешний. Во многом было сцен с внешним миром. Нам показали глобальные проблемы человечества. Это загрязнение океанов и так далее. И отчастнее можно согласиться с Сормом, что на самом деле потихоньку войну развязывают те, кто на суше. Поэтому злодей из ряда Эрика Килмонгера, которого можно, в принципе, понять. Понять его мотивы, почему он так поступает. Насчет этого очень круто. Музыка, саундтрек. Это невероятно круто по одной причине. Я, на самом деле, такой саундтрек встречаю впервые в супергеройском кино. Я до этого нигде не слышал рэпа какого-то. В общем, хип-хоп музыки я никогда не слышал. Конечно, там не только хип-хоп музыка, но большинство саундтреков в этом фильме это хип-хоп. То есть, это такая, знаете, молодежная музыка. Такая, под нее хочется двигаться и так далее. Это очень круто. Очень необычно видеть такое, на самом деле, в супергеройском фильме. И опять же, это идея Джеймса Вана. И это очень круто. То есть, он не хуже Джеймса Ганна подбирает саундтреки, как бы это громко не звучало, но Джеймс Ван подобрал все очень-очень круто. Графика. Когда выходили трейлеры, я видел даже на ютубе в комментариях, там просто все хейтили эту графику и так далее. Все писали там, типа, все плохо и так далее. Но, на самом деле, это совсем не так. Сами сходите в кино и в этом убедитесь. Все выглядит просто прекрасно. Это по-настоящему, как говорят, подводная ваканда. Выглядит все очень круто. Атландиты показаны очень классно. И 90% фильмов происходит под водой. Ну, 80% фильмов происходит под водой. И это сделано очень круто. Там всякие пузырьки воды. Видно, что персонаж находится не на суше. Ну, на самом деле, они находились на суше. Но на фильме это кажется, что под водой. И это выполнено вообще невероятно. То есть, Джеймс Ван со своей командой провели крутую работу. Это выглядит по-настоящему очень-очень круто. И даже мельчайшие детали проработаны. Допустим, как они дышат под водой. Различные флэшбеки. Это все рассказывается. И это очень-очень круто. Конечно же, это огромный плюс фильму за то, что они смогли перенести подводный мир на большой экран. Также в фильме мне понравились внезапные флэшбеки. Это было очень круто. Я впервые такое вижу. Вот прям, чтобы так резко нас переводили из реального времени в прошлое. Это очень круто сделано. Допустим, когда Артур Кари ловит меч. Переходит такой кадр красивый. И нам показывает его флэшбек. Где он с персонажем Уильяма Дефо учатся драться и овладевать стихией воды и так далее. Ну, это не аватар. Но все же что-то нечто похожее есть. Черная манта. Его, как я уже сказал, называют седавовским злодеем от DC. Но я бы не сказал. Потому что этот персонаж нужен был в этом фильме. Если его вырезать, он будет совсем неполноценным. Я не понимаю, почему говорят, что его там слили и так далее. Ведь его показали очень-очень хорошо. Допустим, его костюм был очень крутой. Его мотив и так далее. В общем-то, ошибка Артура Кари. Он захотел за это отомстить. В принципе, все круто и мотив крутой и так далее. Он просто был озлоблен на свою жизнь. И поэтому поступал по-злодейски. Тем более, кто, если не черная манта, охотился бы на суше за Акваменом? В общем-то, если вырезать черную манту из фильма, то мы уже не увидим с вами того экшена, который был. То есть, Аквамен и Мера спокойно выполнят свою задачу на суше. И это все будет происходить слишком-слишком просто. И поэтому черная манта отлично вписался в сюжет фильма. И мне он, в принципе, понравился. Если вы посмотрели фильм, вы понимаете, о чем я. И поэтому черная манта второстепенный, но очень классный злодей. И он мне очень-очень понравился. В общем, злодей хоть и второстепенный, но очень-очень классный. Лично мне он очень понравился. Итак, если Аквамена оценивать с другими фильмами DC, то однозначно это пока что на данный момент лучший фильм DC. Я уверен, что Шазам не перебьет это звание Аквамена. Потому что Шазам, ну, по трейлерам, ну, как по личным моим мнениям, я никогда не говорил об этом на канале, не в группе. Ну, такой себе на самом деле. Пока что это всего лишь чизер-трейлеры были, какие-то промо и так далее. Может быть, мы с вами увидим еще что-то новое, вот уже после Нового года в скором времени. Надеюсь, мы увидим с вами и трейлер первый. Это будет примерно в марте, в апреле. И, может быть, мое мнение об этом фильме изменится. Но вот Аквамен пока что лидер. Лига справедливости даже в счет не идет. Это понятно, что это полный провал. Там Супермен, ну, Человек из Стали, ну, 50 на 50 тоже. Но тоже очень хороший проект DC. То есть Сонник, было все очень классно. Бэтмен против Супермена вообще не обсуждается. Отряд самоубийц тоже 50 на 50. А вот Аквамен вышел классным для всех. Можно идти и с бабушкой, и с дедушкой, и с мамой, и с папой, с друзьями, с сестрами. Со всеми, с кем угодно. Потому что этот фильм для всех. И всем он понравится. Там нет вообще никакого сплетения с киновселенной DC. Это минус фильма. Это, наверное, самый главный минус фильма. Потому что DC заявляет себя как киновселенная. Но никакого сплетения между Акваменом, допустим, и другими персонажами. Хотя бы немного. И вообще со всей киновселенной DC. Этого нет вообще. Это минус. Это большой минус. И я в кино ждал какого-нибудь момента, где кто-нибудь появится. Может быть, какой-то твист. Может, там, Бэтмен появится. Может быть, Супермен. Может быть, Чудо-женщина. Кто угодно. Я ждал этого. Но этого не случилось. К сожалению, это очень плохо, на самом деле. И вот эта связь с киновселенной DC, на самом деле, нужна была этому фильму. Но ее, к сожалению, не было. Но все же, это Соник. И, в принципе, Аквамену это простительно. Итак, поговорим о сцене после титров. Если вы не смотрели фильм, то не смотрите дальше видео. Можете перемотать. Или посмотреть немного позже, когда уже посмотрите фильм. Черная манта жив. В принципе, это было ожидаемо. Ведь нам не показали, по сути, его смерти. Просто показали, как он упал в море. И все. И было понятно, что он жив. И уже в сцене после титров нам показывают, как он встретился с тем ученым, который в новостях доказывал, что Атлантида есть. Никто ему не верил. И они вместе начинают чинить костюм. Это такое, знаете, это называется на всякий случай. В общем, это заделан на сиквел. Если Аквамен стрельнет, я очень надеюсь, что он соберет миллиард. Потому что если Веном собрал 850 миллионов долларов, Аквамен, по моему мнению, должен собрать миллиард. Сто процентов. Потому что он лучше, чем Веном. Это миллиард процентов. Вот. И поэтому я надеюсь, что соберут хорошие деньги. И Джеймс Ван снимет сиквел. Такой же прекрасный, такой же красивый. Уже с более сложным сюжетом. Уже со связью с киновселенной DC. И это будет невероятно круто. И как Черная Манта, это такой, знаете, сюжет, сюжетная линия на будущее. И это очень хорошо. Это очень разумно. Это, в принципе, как и Веноми. Это было с Карнажем. Они тоже припаслись на всякий случай на сиквел. И это, в принципе, уже современная тенденция в кино. Делать что-то заранее. И это, конечно же, очень классно. Черная Манта, я думаю, в сиквеле тоже появится. И нас еще не раз удивит. Эмбер Хёрт. Она сыграла невероятную меру. Джейсон Мамоу и Эмбер Хёрт сыграли просто невероятно. Джейсон Мамоу, это вообще без слов. А Эмбер Хёрт, это вишенка, на самом деле, на торте. Она сыграла очень классно. Мне понравилась она в роли Меры. Во-первых, она очень похожа на комиксную Меру. Во-вторых, они с Артуром Карри очень дополняют друг друга. То есть, Эмбер Хёрт и Джейсон Мамоу в таких дружеских отношениях. И это было видно в фильме. И все же они сошлись вместе. И это очень, конечно же, классно. Это было ожидаемо. Теперь он король Атлантиды, а она королева. По сути, хоть об этом нам не сказали, но по логике так и есть. Так что, они очень классно дополнили друг друга. Я жду невероятно в сиквеле. Может быть, их ребенка, это будет вообще круто. Просто представьте, Джейсон Мамоу тренирует своего сына. Мне кажется, это будет очень крутая сцена в сиквеле. Надеюсь, она будет. Потому что Аквамен стрельнул, Шазам еще стрельнет. И вообще киносилена DC поднимется с колен. И они снимут нормального Бэтмена, нормальную Лигу Справедливости. Я очень надеюсь, потому что чем больше хороших кинокомиксов, тем лучше для нас, фанатов. В общем, такое вот у меня мнение насчет Аквамена. Если вы со мной согласны, пишите, опять же, свое мнение. Я обязательно все прочитаю. Мне, правда, будет очень интересно. Пишите свое мнение об этом прекрасном фильме. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Опять же, как я уже сказал, все прочитаю. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там много всего интересного. Можете подписаться на мой Инстаграм. Я там выкладываю часто всякие мемы, посты различные. Фигурки свои из коллекции, фотки своей комнаты и так далее. Так что обязательно переходите тоже по ссылкам в описании. Там все есть. И, конечно же, подписывайтесь на канал. И прижимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Совсем скоро выйдет новогодний конкурс. А если точнее, 22 или 23 декабря. В общем, в этих числах, вот, либо 22, либо 23, выйдет конкурс на канале. Так что, опять же, не пропустите и подписывайтесь. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока.